Пирамиды Хеопса Но мои изыскания завели меня дальше, чем я могла вообразить. Все материалы фильма опираются на факты. Исследование, изменившее мир. Как строили, а точнее, как древние зодчие обрабатывали и перемещали огромные каменные блоки. Варианты технических решений предлагаются самые разные. Однако, каждый из них содержит немало слабых мест. А все попытки исследователей проверить теорию практикой завершались неудачно. Между тем, еще во второй половине 20 века, инженеры-химики сделали открытие, которое дало ключ к разгадке технологии строительства пирамид. Более того, независимая экспертиза образцов строительного камня полностью подтвердила правоту ученых. Загадка древних пирамид была разгадана. Этапное описание процесса изготовления бетонных блоков. Вот двое египтян кувшинами набирают воду из квадратного водоема. Третий измельчает породу. Следующие делают замес. А получившуюся массу загружают в корзин. Далее идет заливка огромного блока. Что речь идет о геополимерном бетоне, то перед нами предстает вполне правдоподобное описание формы, куда заливалась смесь. То есть самой обычной строительной опалубки. Опалубка — это съемная деревянная или металлическая форма, предназначенная для укладывания бетонного раствора и определяющая конфигурацию будущей бетонной или железобетонной конструкции. Но если блоки не выпиливали, а выливали, то все становится на свои места. Каждый следующий блок формировался путем приставления к уже готовому блоку — деревянной опалубки. Вы туда заливаете новую порцию бетона и воды, и у вас эти два блока потом буквально сливаются. В принципе, древние строители могли бы сделать стены и монолитными, но в этом случае пирамиды рано или поздно лопнули бы и разрушились. Под воздействием различных перепадов температур и внутреннего напряжения конструкции. Чтобы сооружение, что называется, дышало, его, видимо, и разделили на отдельные кирпичи. Так что пирамиды стоят и сегодня. В их многовековых стенах не увидишь ни одной трещины. Зато можно обнаружить совсем уж неожиданные вещи. Например, в кладке одной из пирамид-спутниц, расположенной к югу от пирамиды Менкаура в Гизе, сразу бросаются в глаза довольно странные полости. Эта пирамида составлена из блоков, которые покрыты твердой коркой, а внутренний состав существенно мягче. Для естественных камней такого не бывает. А вот для бетонных блоков это очень естественно, потому что для того, чтобы сделать блок, могли использовать более дешевый состав для внутреннего блока и более дорогой, более крепкий для того, чтобы сделать его поверхностью. Вот фрагмент блока пирамиды Хеопса. Он является сколом верхнего угла блока. На боковой поверхности блока отчетливо виден сетчатый узор. Откуда он мог появиться? Есть простое объяснение. Это след от циновки, которая была разложена внутри опалубки, где отливался блок. Причем так, как будто была одна циновка слева направо, а другая перекрывала ее справа налево в два слоя. Такое возможно только, если это была часть опалубки. Циновки, которая покрывала опалубку. А вот и верхняя поверхность блока. Довольно неровная и пубристая. Именно так и должен застывать бетон. Сегодня, чтобы избежать подобных дефектов, используются специальные вибраторы. Но вряд ли у древних строителей могло быть что-нибудь подобное. Если бы это все усекалось из камня, то, конечно, поверхность блока была бы одинаково обработана. И она бы носила равномерный характер. Личи же следу опалубки означает, что мы имеем дело с бетоном. Все каменные глыбы в стенах пирамид, и маленькие, и самые большие, почти идеально подогнаны друг к другу. Зазор между некоторыми из них не более половины миллиметра. Французский химик, профессор Бернского университета Иосиф Давидорец, в середине 20 века разработал способ получения так называемого геополимерного бетона. Применение сложных современных технологий это производство не требует. Для его изготовления может использоваться любая измельченная горная порода. Бетон быстро застывает при комнатной температуре и превращается в искусственный камень. В настоящее время эта технология успешно используется американскими и европейскими производителями. Сила открытия Давидовица в том, что для создания искусственного камня он предложил использовать давно известное физическое явление – адгезий. Адгезия от латинского адезио – прилипание. Сцепление разнородных жибких или твердых тел в местах контакта их поверхностей. Давидовиц предположил, что его открытие – это то, что могло быть известно и древним строителям. В том числе и строителям египетских пирамид. Именно Давидовиц выдвинул смелую гипотезу – пирамиды и другие известные сооружения в Египте вовсе не каменные, а бетонные. Чтобы сделать геоприлимерный бетон, не нужно ни высоких температур, ни высоких давлений, ни современных технологий. Все, что нужно, это нужно знать точное соотношение химических естеств, которые примешиваются в состав. Иосиф Давидовиц выделил 13 компонентов строительного материала древних египтян. Оказалось, что все они буквально лежали под ногами строителей. Например, углекислый натрий в больших количествах доступен в местах пустынях и соляных озерах, а грязь из реки Нил содержит окись алюминия. До сих пор в Каире сидят люди на набережной из ила-нила, которые не просто глина, а смесь гидроокислого железа, алюминия и остальных веществ, в том числе и органики, которые каменеют при высыхании до настоящего каменного состояния. Это прекрасное связующее вещество. Ну, смотрите, они сделали стенку. Это не обожженный кирпич из низкого ила или просто из земли. Связующее вещество необходимо для получения искусственного камня из твердых пород, таких как гранит или диарин. Но можно обойтись и без всякой связки, если использовать мягкие породы, которые можно без особого труда размолоть до состояния очень мелкого порошка. Можно взять любую горную породу, раздробить до определенного размера, а потом этим же, скажем, более мелким порошком смешать и затворить обычной водой. И получается камень, который от природного камня практически не отличен. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Менкаура получили название «Великие» и были включены в список так называемых «семи чудес света». Ну еще бы! Высота самой большой из них, пирамиды Хеопса, превышает 140 метров. Она состоит более чем из двух миллионов каменных блоков, каждый весом от двух с половиной до пятнадцати тонн. Конечно, современного человека трудно чем-либо удивить, даже великими пирамидами. И тем не менее, вопрос, каким образом много веков назад люди смогли соорудить такое? А ведь древние строители пирамид имели дело не только с относительно небольшими блоками, весом в несколько тонн, но и с настоящими колоссами, которые тянули на все 500 тонн. Например, знаменитый храм Сфинкса в Гизе сложен именно из таких внушительных кирпичей. Трудно представить себе, что египтяне могли просто сдвинуть эту глыбу с места, а уж перемещать, как утверждают египтологи, на десятки и сотни километров. Так что частые в этих местах песчаные буря вполне могли за столь долгое время отшлифовать поверхность блоков и уничтожить все следы. Песок несется на пирамиды, играет роль наждачного камня. Он поднимается максимум несколько десятков метров, 20-30-50 метров. А следы опалубки были обнаружены выше. Кстати, следы от сыновки можно увидеть не только на блоках пирамид. Мы находимся во дворе храма в Эсне. Здесь находится камень, несущий в себе явные следы бетонного происхождения. Остатки тростниковой сыновки вморожены в камень. И снова возникает вопрос. Почему этого не видели другие? Они были приручены к тому, что на другой стороне реки Нил выпиливали блоки известняка, как это показано в специально поставленных якобы документальных фильмах, а потом на боржах, на плотах перевозили на эту сторону. Там другой известняк. Там известняк, в котором масса прекрасно сохранившихся нумулитов, таких ракушечек, размером с мелкую монетку, а в блоках пирамиды Хеопса, где эти самые нумулиты, где органические остатки ежи и оценового времени, их нет. Больше того, любой известняк трещиноват. Я с трудом нашел трещинку, бродя по пирамиде Хеопса, потому что бетон аморфен, бетон не образует трещин и достаточно себя ведет, как вещество во всех направлениях, одинаковое по плотности и по структуре. В пирамиде Хеопса стоит монолитный гранитный саркофаг. Вот только никто не может ответить на вопрос, как он туда попал. Его нельзя было пронести через существующие ходы и двери пирамиды. Они намного уже. Вспомните и другие загадки такого рода. Например, в знаменитой долине Царей, расположенной в 500 километрах от Каира, недалеко от города Луксор. Сегодня сюда ведет широкая дорога. По ней можно даже проехать на машине. Однако еще сто лет назад никакой дороги здесь не было. Долину, где хоронили фараонов, со всех сторон окружали отвесные скалы. И чтобы попасть внутрь, приходилось пользоваться прорубленным в горной породе узким лазом. Когда в долину попали первые французские завоеватели в облаве с Наполеоном, то они были поражены, обнаружив в гробницах фараонов гранитные саркофаги. Их габариты значительно превышали размеры единственного входа в долину. Притом эти саркофаги, как и в пирамиде Хеопса, были не сборные, не склеенные из отдельных частей, а монолитные, поскольку при ударе молотка звенели, словно колокол. Гептологи сказали, ну и что? Они тащили через горы, спускали там на каких-то веревках. Не проще ли немножко расширить вход в долину? Потому что там мягкие скалы расширить не проблема была. Если уж нужно протащить такой саркофаг, зачем тащить через горы? Это, кстати говоря, еще нужно доказать, что это возможно, потому что такие саркофаги весят тоже немало. Если же предположить, что саркофаги никуда не перемещались, а изготавливались в самой долине из геополимерного гранитного бетона, то и эта загадка получает вполне рациональное объяснение. Метод геополимеризации позволяет создавать не только искусственный известняк. Бетон можно сделать из любой другой породы, например, из гранита, или даже из сверхтвердого диорита. Иосиф Давидовец предположил, что блоки пирамид не единственное древнеегипетское изделие из бетона. Имитация природных материалов могла применяться повсеместно при создании храмов, статуй, предметов быта. Точно так же решается и другая египетская головоломка, связанная с найденными в пирамиде Джосера знаменитыми амфорами. Они сделаны из наиболее твердых сортов камня, в частности из диорита. Современные скульпторы даже и не пытаются использовать эти сорта. Некоторые из них тверже железа. Спрашивается, как такие амфоры могли быть сделаны с помощью высверливания. Ведь египтологи заявляют нам, что это высверливание. Древние египтяне брали каменную глыбу, обтачивали ее снаружи, чтобы придать ей форму амфоры, а затем каким-то образом с помощью медных инструментов или каких-то каменных сверлили, сверлили и высверливали внутри полость. Во-первых, еще непонятно, чем его сверлить, для этого нужны алмазные сверла. Даже если такое сверло имеется, как просверлить амфору сквозь узкое горлышко, так, чтобы расширение внизу имело равномерные потолщине стенки. Более того, ни на внутренних, ни на внешних поверхностях амфор не осталось никаких следов обработки твердым инструментом. Сколько же нужно было потратить времени и усилий, чтобы сделать стенки этих сосудов не только равномерными по толщине, но и абсолютно гладкими? Открытие Давидовица полностью решает эту задачу. Еще не застывший геополимерный бетон мог обрабатываться на обычном кончарном круге, как обычная глина. А это значит, древние мастера тратили не так уж и много времени на изготовление каждого изделия. Есть еще один факт, который вызывает у многих египтологов почти суеверное восхищение. Речь идет о глубине и четкости иероглифов, вырезанных в самых твердых каменных породах. Аналогов древнеегипетскому способу нанесения изображения в мире больше нет нигде. Если мы посмотрим на резьбу по камню, скажем, европейскую, русскую нашу резьбу, которая по мягкому камню происходит, то мы увидим, что камень режется под разными углами, возникает узор, возникают какие-то углубления, выпуклости. Грани, тени которых дают изображение. Вот в египетской резьбе совсем другой принцип. Там изображение под прямым углом плоско уходит вглубь камня. Даже из современных твердых сплавов не удается создать инструменты, которые входили бы в гранит или диорит, как нож в масло. Между тем резец в руках древнего мастера словно не знал сопротивления и не отклонялся в сторону, даже натыкаясь на более плотные вкрапления. Здесь, конечно, можно снова пуститься в рассуждение о ловкости и упорстве египетских творцов и в очередной раз удивиться их странной склонности к усложнению задач. Действительно, зачем углубляться в породу более чем на 10 сантиметров? Почему бы не ограничиться скромными двумя-тремя сантиметрами? Надпись и так будет прекрасно читаться. Но, возможно, в поисках наиболее правдоподобного объяснения, вместо создания все новых мифов о неких трудолюбивых кудесниках, более продуктивным будет вернуться к идее геополимерного бетона и предположить, что иероглифы не вырезались, а выдавливались на его еще не застывшей поверхности. Тогда становится понятным, как и чем наносились надписи. Египтяне – гении штукатурки. Их штукатурка, которую они наносили, идеальна. Стены буквально, храмов – это сплошная штукатурка, по которой метам выдавливания делали все так называемые иероглифы. Часто эту облицовку принимают за гранитную, но они не понимают, как внутренняя часть этой облицовки абсолютно точно, как поликалу, совпадают с тем материалом, к которому она приклеена. При штукатурке обычно это нормальное явление. И в самом деле, если забыть, что мы имеем дело с загадочным, непостижимым искусством обработки камня, сразу становится очевидным, что без штукатурных работ здесь не обошлось. На многих древнеегипетских гранитных камнях, а также изваяниях, например, сфинксах, есть такие проплешины. То есть с этого изваяния слезает кожа параллельной обработанной поверхности. Конечно, камень может быть слоистым, но слои камня не могут быть параллельны получившейся обработанной поверхности этого камня. Для того, чтобы сделать огромного гранитного сфинкса, совершенно не нужно вот такой качественный бетон тратить на внутренние части сфинкса. Наконец, еще один аргумент в пользу бетонной версии. Мы это делаем в поле каждый год, когда нам надо получить порошок из самой твердой горной породы, но чтобы там не было железа. От кувалт, от ступок мы просто на одном камне, кладем другой камень и третьим камнем бьем. Вот так, камень о камени, получается порошок. Этим нехитрым способом можно получить исходный материал для изготовления предметов из искусственного камня любой твердости. И в любом количестве, если, конечно, бить долго. При этом мелко дробить весь камень не обязательно. Смесь порошка и небольших осколков получается более прочной и дает возможность ускорить производство. Кроме того, жители Земли с древних времен использовали еще один, совсем не обременительный способ дробления. В Йемене люди рушат зерно, катаясь в большой каменной чаше на качелях. Вот таким способом можно не в малых терках, а в больших объемах перемалывать твердую горную породу камнем по камню. Таким образом, гипотеза об использовании в Древнем Египте геополимерного бетона обретает вполне законченный вид. И действительно дает объяснение большинству загадок пирамид. И не только им. Баальбек в Ливане, английский Стоунхенш и другие подобные сооружения вполне могли быть построены аналогичным способом. Но если геополимерный бетон действительно использовался человечеством с незапамятных времен, то куда же затем исчезли уникальные знания? Ответ на этот вопрос вполне очевиден. Раньше лишь немногие открытия становились предметом всеобщего достояния. Остальные хранились в строжайшем секрете. Тайные могли владеть лишь несколько посвященных. И в случае их внезапной гибели передать секреты мастерства было просто некому. Именно так были утрачены технологии производства скани и зерней, булатной стали. Но о них мы все-таки многое знаем. Или по крайней мере что-то слышали. Но почему нам ничего не известно об уникальном строительном материале, применявшемся в прошлом? Неужели о нем не осталось никаких исторических упоминаний? Асовского и других ученых, разумеется, нуждаются в независимой проверке. И чтобы абсолютно достоверно установить, из какого все-таки камня сделаны пирамиды, из естественного или искусственного, достаточно провести его физико-химический анализ. И такой анализ был сделан российским ученым. В ноябре 2005 года исследовательская группа проекта «Новая хронология» во главе с Глебом Носовским посетила Египет. В ходе поездки были обнаружены новые факты, подтверждающие бетонную версию, многие из которых нашли отражение в этом фильме. Очень похож на натуральный. И меньше всего напоминает бетон. Тем интереснее было узнать результаты экспертизы, проведенной в Институте физической химии и электрохимии Российской Академии Наук. Цель исследования состояла в изучении структуры и элементного состава камневидного образца. Препарат готовили методом скола с последующим нанесением на его поверхность электропроводящего элемента, в качестве которого использовался углерод. Углерод напыляли в глубоком вакууме при вращении образца, что позволило получить тонкую углеродную пленку на поверхности скола образца. Подготовленный таким способом образец исследовали в сканирующем электронном микроскопе. Этот микроскоп снабжен энергетическими и волновыми детекторами рентгеновского излучения, которые позволяют определить содержание элементов с точностью от 0,1% до 0,01% в зависимости от их химического строения. В результате исследований были получены микрофотографии поверхности образца на различных уровнях их структурной организации, а также рентгеновские спектры, которые однозначно позволили установить элементы, из которых данный образец состоит, а также их количественное содержание. Результаты химического анализа показали слишком высокое для натурального гранита содержание титана, кальция, натрия, фосфора, серы, хлора и алюминия. И наоборот, калия и кремнезема оказалось меньше, чем в природном камне. Как это можно объяснить? По виду этот образец очень напоминает кусок гранита. Однако любой опытный геолог при взгляде на фотографии, сделанные при помощи электронного микроскопа, сразу сделает однозначный вывод. Это ненатуральный камень. Естественный гранит имеет плотную, равномерную зернистую структуру. При этом промежутки между кристаллами полевых шпатов и слют занимает твердый кварц. А в образце, взятом из пирамиды Минкаура, картина совсем другая. Структура камня довольно рыхлая, зерна минералов расположены неравномерно и скреплены каким-то связующим составом, что абсолютно не характерно для природного камня. Именно наличие этого связующего состава и может объяснить повышенное содержание в образце соединений титана, кальция, алюминия и других веществ. Все это вместе показывает, что мы имеем дело, скорее всего, с какой-то строительной смесью, с каким-то раствором. Основа известковая, или известняковая точнее, а дополнительные материалы, мы видим просто воочию, это либо состав полевого шпата, либо биотита, либо просто гранит. Этих фактов уже вполне достаточно, чтобы сделать вывод. Но если внимательно присмотреться к фотографиям, то обнаружится еще один, более чем убедительный аргумент в пользу бетонной версии. Наличие каких-то волосовидных агрегатов и отдельных волосков, очень тонких, в большом количестве, судя по фотографиям, показывает, что это инородный материал органического происхождения, никакого отношения не имеющего к природному камню. И его внесение возможно только во время изготовления вот этого искусственно-строительного материала. Я высказал предположение, что это может быть тонкорунная шерсть какого-нибудь барана, какого-нибудь овца, которые там водились. Но это буквально настоящий волок, если посмотреть на это в нормальном масштабе. Волоски с кератиновыми чешуйками покрытия просто видны удивительно хорошо. Количество инородного материала в этом материале пирамиды грандиозно. Настолько, что то, что это искусственный материал, вообще даже и спорить нечем. Ну что ж, такие результаты не являются чем-то неожиданным. Давидовец десятки лет назад провел подобные исследования и пришел к такому же выводу. Удивительно, что египтологи не обращают внимания на такие результаты, а им давно уже об этом доложено, и Давидович говорил, и мы пишем. И складывается впечатление, что египтологи просто не хотят, упорно не хотят прислушиваться к доводам представителей естественных наук. Жан-Филипп Леуэр, сторонник каменной версии, передал Иосифу Давидовицу два фрагмента блоков пирамид и предложил доказать их искусственное происхождение. Химический анализ, проведенный сразу в двух независимых лабораториях, безоговорочно подтвердил бетонную версию. По этому поводу Давидовец выступил с докладом на конгрессе египтологов Торонто. Однако Луэр, который также приехал на форум, на выступление коллеги почему-то не явился. Он ограничился коротким комментарием в прессе. Не глупо, но невозможно. Не может быть, потому что не может быть никогда. Такой вот ответ одного ученого другому. Два года спустя, в 1984 году, Давидовиц обратился в Египетское управление древностей с просьбой разрешить ему исследование на поле пирамид в Гизе. Но профессору отказали. Причину отказа объяснили так. Ваша гипотеза представляет собой лишь личную точку зрения, которая не соответствует археологическим и геологическим фактам. То есть отказ носил характер чисто демиологический, никаких аргументов против гипотезы Давидовича выдвинута не было. И по нашему мнению, это яркий показатель того, что на самом деле некоторые гиптологи по-видимому догадываются, что любое начало дискуссии на эту тему чревато большими проблемами. А вот еще один пример, совсем свежий. В 2006 году американские ученые провели независимое исследование вещества, из которого состоят блоки пирамиды Хеопса. Спектральный и минеральный анализ показал, что образец строительного материала состоит из смеси известняка, песка и глины. Эксперты пришли теперь уже к очевидному выводу, что это бетон. Похоже, теперь уже ничто не может поколебать почти религиозную косность суждений представителей традиционной науки. Ведь тот же Давидовец не просто писал книги, он доказывал на практике возможность строительства бетонной пирамиды из доступных древним египтянам материалов. Когда вы смотрите на блоки пирамид, что вы видите? Вы видите гладкие блоки и блоки с довольно бугристой поверхностью. Мы воспроизвели и тот, и другой вариант. все дело в грунтовых водах, состав которых зависит от климата и от погоды. Давидовец пытался таким образом привлечь внимание к своей теории, однако все было тщерпно. пирамид и соответствует тщерпно. Пирамидовец подкрепляем бетон. Души, пожар, аллес, деревьев, тщерпно. Все,